Добрый день, друзья! Сегодня у нас уже на календаре наступило 28.06.2019 год. У меня есть поздравления, просили передать. Ирина Никулина пишет «Добрый вечер, Юрий! Можно поздравить завтра в выпьем видеосюжете мою дочурку Алену с днем рождения. Мы даже сделаем лучше поздравим ее в погодном. Алена, правильно я сказал? С днем рождения тебя, крепкого, здоровья, счастья, немеренной любви родителей. И ты тоже будь верна своим принципам и радую их очень сильно. Хочет пожелать ей мама успешного окончания института, личного счастья и хорошего настроения. Всегда заранее благодарна от души. И хочется немножечко вас пригласить сегодня погулять по пляжикам. То есть, я думаю, может поехать в Анапу, посмотрел по сторонам. Ребята, все переполнено. Людей нереально много. Море классное. Думаю, зачем нам сегодня ходить, проходы смотреть. Давайте смотреть на море. Смотреть, как люди отдыхают, наслаждаются отдыхом. Но сначала немножко о грустном поговорим. В общем, случилась такая ситуация. Три дня назад погиб мужчина на джемоте. Были небольшие волны. Он просто пошел купаться и все, не вернулся. Не знаю. Здравствуйте. Здравствуйте от души. Неизвестно, что с ним случилось и как это произошло. Я как бы подробностей не сдавался. Это информация от моих подписчиков. Я могу сказать только то, что скоро ехало 40 минут. Проверьте. 40 минут. Что-то у нас тормоз, наверное, включился. Скоро ехало 40 минут. И это на самом деле беда. Поэтому, друзья, первое. Не купайтесь в одиночестве. Второе. Всегда берегите себя. Потому что хочется, чтобы вы с отдыха вернулись все домой. Набрались здоровья, хороших эмоций, витаминчика Д. Ну и в душу. В душу. Побольше моря с собой взяли. Поэтому и себя, и своих близких берегите. Это важно очень. Ну а сейчас я вас приглашаю на прогулку от пляжа Кавказ до первой таблетки. Мы с вами пройдемся и посмотрим на великолепие, на эту феерию. Все классно. Но сначала небольшая реклама. Хочу вам порекомендовать моих друзей-риэлторов, которые занимаются продажей квартир, новостройка, фитоничка. Мы, как бы, себя зарекомендовали хорошими риэлторами. Плохих отзывов о них нету. И самое важное, они всегда все так же, как и я, рассказывают по-честному. Ну, не бездоле сарказма, но со мной, по крайней мере, все видеосюжеты сняты на честной ноге. Потому что риэлторов я всегда не очень люблю. Но хороших могу посоветовать. Смотрим видеосюжет, а потом идем гулять. Здравствуйте! Это канал компании «Рейтинг новостроек». Мы помогаем людям со всей России выбрать и купить квартиру своей мечты у моря. На нашем канале мы делаем обзоры на районы города и жилые комплексы. Второе направление компании – это отделка квартир под ключ. И здесь мы рады помочь и об этом также записываем видео. Если вы планируете покупку жилья или ремонт в будущем, подпишитесь на канал «Рейтинг новостроек» или звоните нам прямо сейчас. Олег Михайлович привел 70 рублей. Огромное спасибо. Тем, кто донатил вчера жестко, причем на эфире в Анапе, огромное спасибо. Прямо, честно, было нереально приятно. Я думаю, каналов в Анапе благодаря вам станет еще больше. Тех, кто видели вчера донаты. Даже жена говорит «Ничего себе!». Ну, такое бывает. Искренне от души спасибо. И, собственно, начнем. Здесь есть спасательная вышка, но почему-то далеко находится от моря. Видать, им все хорошо отсюда видно. Высокие дюны, пляжи Кавказ. Берегите их, если вы там отдыхаете, уносите с собой свой и чужой мусор. И здесь, в этом баре, купил водичку полтора литра без газиков за 80 рублей. Чтобы вы понимали, в Крыму полторашка в городе стоила чуть ли не дороже. Кубай, по-моему, по соточке продавали. То есть, а здесь на пляже холодную. Ценники, я думаю, в принципе, разумные. Если бы выйти в город, ну, она там будет стоить на 50 рублей дешевле. Но здесь аренда выше, я думаю, все. Здравствуйте! Хорошего вам отдыха! Так. От души благодарю вас. Спасибо вам огромное. Вот так вот. Начинается все с подписчиков, где бы ни сел. Пляж Кавказ. Один, наверное, из немногих пляжей, который имеет у меня большее количество просмотров. Так как я его считаю самым лучшим пляжем, надеюсь, он таким будет оставаться. Потому что в этом году выигрывают, конечно, пляжи Джимате, Анапе. Потому что у нас немножко присутствуют водоросли. Ну, дай бог, что это было бы исключением из правил. Количество людей, ну, все поближе к берегу. Вы видите, сколько здесь их. Конечно, если вот где мы сидели, там вообще пустой берег. На дюнах так вообще никого нет. Вот шляпки девушки одевают вообще шикарно, вам хочу сказать. Мне всегда такие нравились. Вот видите, то есть водичка под берегом чистая. Оттуда дальше немножко водоросли есть. Но волна отогнала их от берега, и это уже хорошо. Здесь мы видим, что имеются как бы батуты. Детки как прыгают на них, наслаждаются своими прыжками. Три штуки сразу. Ну, это классно. Я рад, когда радость и настроение переполняют души всех тех, кто в них участвует. У нас заходит, я почему еще не поехал на другие пляжи, видите, заходит циклон. То есть вполне возможно, что будет дождь. Это, конечно, не очень радует. Но, говорится, кто пришел с утра, тот накупался, получил заряд водоросли. Возле моря температура ниже за счет того, что водичка будет попрохладнее, чем воздух. И она, соответственно, понижает, как бы, градус. Но туда далее, если брать, как бы, получается, к дюнам, там градусов под 40 есть. А если за дюнами, что на вас не дует ветра, там прям все 50 будет. Смотрите, ведерко, какое желтое нашли, ребята, прям. И водичку с него наливают. Молодцы. И вдоль самого берега водичка просто прекрасная. То есть здесь вот местами, видите, там было пятнышко вот с водоросли, а здесь уже почище. И еще что хочу отметить, то что здесь на пляжах не настолько многолюдно, как то, что вы увидите впереди. Впереди вас ждет просто ничего себе! Вот такие вот эмоции. Ничего вы будете в восторге, так сказать, эстетическом. Не только в Анапе переполнены пляжи. Но хочу отметить отдельно, то что у нас вполне можно найти вот такие свободные места. Друзья, здесь вы можете приходить, свободно отдыхать. 20 метров от берега это наша с вами общая территория, которую не могут сдать в аренду. Пользуйтесь ей на свое усмотрение и для удовольствия. То есть вы лежите, отдыхайте. Единственное, как я сказал, пожалуйста, берегите себя в море. Не позволяйте, чтобы с вами или с вашими близкими случались такие трагедии. Потому что сейчас везде пробки. Быстрого приезда скорой ожидать, ну, нереально. Тем более, если вы знаете, у вас, может, какие-то проблемы со здоровьем. Не усердствуйте. Лучше, как говорится, смотрите, мама пошла прям с ребенком в море. Молодцы. С жилетиком спасательным классно, на самом деле. Так, мы двигаемся дальше. Здесь ребята играют в волейбол. Спортсмены. Это территория, получается, у нас Кубанской Нивы. Все, видите, заходит солнышко. Меняется температура. Сейчас в Кубанской Ниве происходит купание. Я вот смотрю, как они купаются, и молодцы. То есть, вот даже волна небольшая. Такую волну купаться можно на неглубоких местах. Видите, дети находятся по колено. За ними присматривают, во-первых, с моря. Вожатые вот стоят. Они, видите, спасательные жилеты. Во-вторых, с деревья идет контроль. За ними также. То есть, со всех сторон дети по присмотрам купаются по 10 человек. Я просто здесь постоянно фотографирую. И все правила, как бы, их знаю. Поэтому, наверное, одно из лучших мест. То есть, в небольших количествах. Я, конечно, не видел, как купают жемчужную Россию. Но здесь все выглядит вполне достойно. И это хорошо. Водичка в Гольдберге тоже очень чистая, хорошая, классная. И это прекрасно. Так, становится, кстати, немножко прохладнее. За счет того, что заходит солнышко. Смотрите, прямо на глазах температура возле моря отпускается до 26,1. Класс. В Кубанской Ниве, я так понимаю, тоже есть какая-то взрослая часть людей для отдыха. Потому что у них тут отдельный пляж выделен свой. И отдельная зона для купания. Море сейчас пахнет действительно морем. Никаких лишних запахов. Если вы приехали сегодня на отдых, приезжайте на наши пляжи, наслаждайтесь. Вот как вам ориентир пляж Кавказ. Добраться до него можно на 128-й, либо 114-й маршрутке. Совершенно несложно это сделать. Сели в Анапе, приехали, сказали в Кавказ. Все водители знают, где ты находишься. И, говорится, купайся, наслаждайся летом в полной мере. Пей, лето крупными глотками, чтобы хватило всем. О, представьте, ребенок не хочет в море идти купаться. Жалко ребенка. Меня бы так загоняли, я был бы счастлив. Хочется, на самом деле, тоже с разбега по колено и в волнах. Здесь, смотрите, от берега водоросли отошли, вот чуть-чуть подальше. Плавают, если видно будет, напишите в комментариях там, как полоска. Это те, которые стояли у нас тут под берегом. Очень хочется, чтобы вообще далеко их снесло течением, и они больше здесь не появлялись. Будем надеяться, что прям сегодня ветер не прекратится. Так, тоже в жилетике, девочка. Тем временем все ближе и ближе к самым густонаселенным пляжам именно в летний сезон. Там вообще, я еще раз говорю, я отсюда просто вижу, это реально муравейник. Смотрите, что там происходит. Интересно, там вообще для кого-либо места остались, или совсем их не найдем. Как думаете, пишите вот сразу комментарий свой, Юра, мест больше нет. Здесь вот под зонтиком люди отдыхают. Это классно, свой стульчик, зонтик, главное, чтобы где-то арсинного не было. И тогда будет прекрасно. И обратите внимание, что Анапа, это в большей части, это детский курорт. Такого количества детей вы, наверное, не видите нигде. Потому что их приводят сюда на песочек, прогреться, погреться. И вкусить нашего пляжного отдыха полностью. Смотрите, мы шли, кстати, были мелкие заходы в море. А здесь, смотрите, глубокий заход. То есть берег нестабилен. Он зависит от волн, какие попадали. И как его вымывалось. Видите, большая волна и сразу глубина. Тут по пояс ребенка вообще может быть сразу по шейку. Поэтому, когда мне говорят, у вас мелкие пляжи, не везде есть разные. Так же, как и песок, покрытие. Видите, здесь мелкая ракушка. А где-то мы сейчас пройдем, я вам покажу. Буквально несколько шагов будет просто именно песчаное дно. Оно меняется. Что неизменно, что у нас дюны из кварцевого песка. И они огромные. Вон они с той стороны. Красота. Прям чувствуется приближение какой-то непогоды. Я даже не знаю. У меня сейчас был просто разрыв по работе. Три-четыре дня. Потому что были большой перед разъездом. Все фотографируются. Сейчас, завтра вообще буквально чуть ли не самый легкий день будет. Сегодня еще работа была. И получается, правильно так сказать, хочется даже, может, непогоды. Еще в дождик родной, дай выходной. Я под дождем, наверное, пошел купаться сегодня. Хочется. Море вот такое манит. Море счастья. Море радости, любви. Зло бы вообще просто прекрасно в него ткнуться. О, девушка, смотрите. Здравствуйте. Девушка, аж седвал матрас. Красотка. Бабах. Как на этом катается. И все, смотрите. Мы сейчас идем уже. Это, по-моему, пляж у нас Южный Парус пошел. Или Одиссее, или Южный Парус. Могу ошибаться. Не суть. То есть, в общем, здесь Одиссея, Южный Парус. Селена. Потом Парус. Все пляжи. И вот тут начинается просто... В море нет пустого места. Сегодня у всех желтые плаги. То есть, купаться можно, но осторожно. Так как волнение... Черных плагов никто не вывесся. Ну, еще раз говорю. То есть, в такую погоду, когда девочка перекупалась. В такую погоду нужно даже купаться. Потому что вот эти волны, они в удовольствие. Но все равно. Я говорю, еще раз. Если здесь хоть какие-либо противопоказания, как минимум под присмотром, пожалуйста, все это делайте. Потому что я вас всех люблю, вы мне нужны. Чтоб вы приезжали каждый год. Вообще, просто чисто кол. Без людей. Вот это да. Где там искупаться? Разойдитесь, где я тут ляжу. Так же идет... О, кстати, друзья. Джипинг, дайвинг, квадроциклы, конные прогулки. Покупая их, заказывая у Светланы. Вы помогаете жить зимой нашей семье. Поэтому обращайтесь к ней. Номер телефона, я под этим видеосюжетом. Так же, если вам нужно размещение, где-либо витязева, обращайтесь также к ней. Будет рада вам помочь. Смотрите. Вот это да. Люди везде. Прям вдоль берега лежак на лежаке. Свободные тоже имеются. И это хорошо. Здесь прям парус жгет. У меня очень много подписчиков сейчас отвлекает. И в парусе, и в селении. И всем хорошего отдыха. И огромный привет. О, тут какой-то детский лагерь. У них holiday идет как-то вот с красками. То есть обкидываются, веселятся. Смотрите. И сейчас все пойдут купаться. Смотрите, разноцветные. Все, пошли отмываться. Обкидались краски. И разбегаются. Не знаю, что это за пансионат. Много детей. Все танцуют, веселятся. Красота. Просто вот оно, пляжное настроение, друзья. И пошли танцы-обжиманцы. И танцуются наша страна под музыку. Малцы, аниматоры. Красота. Вот, 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 вот. Эй, зажигают. Круто. Вот это летнее настроение пляжное. Девушка тоже испачкали в правильных местах, так сказать. И мы двигаемся дальше. Интересно, что это за плач. Сейчас пляжа запрещено. Что-то не вижу названия пляжа. Я думаю, мои. Опа, посмотрите. Желтик. Желто-зеленое. Посмотрите, какой этот бассейн поставили. Прикольный. Да ребенка, хотя вот вроде бы рядом в море. Но так, наверное, удобнее, смотрите. Там-то там. Все синие не дают деткам искупаться. Да, да. Давайте холодное дерево. Так. Радости желаем. Счастья. И всего, чтобы было вас побольше. Смотрите, еще красный зонтик я разглядел. К сожалению, не до конца мы его увидели. Но перемотайте, если что, назад. Так. Здесь у нас пошел пляж санатория Анапа. Министерство внутренних делали. ФСБ там точно не знаю. Постоянно забываем. Но я думаю, не суть важно. И здесь, видите, вообще пустое море. И пляж пустынный. То есть вы можете наблюдать, что где-то есть прям очень много людей. Где-то есть поменьше. Но отдача впереди нас ждет, я думаю, самое большое количество, которое вы себе только видели в этом году на пляже Витязева. Потому что впереди самый популярный пляж. Уже не первый год подряд. Называется он «Жемчужина России». И сейчас мы там по полной мере отдохнем этого колорита отдыха. Все. Здесь мы прошли. В момент там, я смотрю, наверное, уже по столовым разбегаются. Уже пора. И здесь чистокол из людей. Ну, все равно мест больше, чем на центральном пляже. Вы это можете сами видеть. Так как вот кто-то только приходит, находит себе спокойное место, чтобы где-то отдохнуть. И это хорошо. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. О, как ты сейчас в Самаре. В Самаре привет. Как вам отдыхается? Отлично. Частный секта где-нибудь живете? Да, гостевой дом Арусин, на Толстого. На Толстого. Как там? Отлично. Дорого, дешево? У нас номер на транс-седовку не совсем. Культарный. На троих? Да, на троих. Море как? Отличное море. С утра полка, где такая волна. Сейчас пострашнее уже. Пострашнее стало даже? Да. Ну, пока шелестит. Но все равно приглядывайте друг за другом, берегите себя. Ладно, хорошего отдыха от души. Так. Вот такие приятные мои подписчики. Это круто. Так. Дайвинг, дайвинг, лучше дайвинг я знаю где. А может завтра на дайвинг поехать? Попробовать попозже съемочку сделать и сделать все погружения. Подарок на выходной такой день. Посмотрим. Если не будет популярна завтра съемки мои, у меня на утро просто одна на 8 и тогда я обязательно завтра поеду на погружение. Мне кажется, это будет круто. И вам показать подводное видео в этом рамках него снять еще и утренний сюжет. Так что будем надеяться лучше поработать, потому что у нас летом каждый день кормят неделю зимой. Но если вдруг так будет, то я думаю, мы завтра будем погружаться на дно морское. И как вам, смотрите, количество людей. Люди еще приходят на пляж. Людей становится только больше. И это мы еще с бачка. То есть мы еще не в самом эпицентре данного события нашего любимого всеми лета. Здесь сегодня катамараны не ходят по морю, так как волна и не совсем это будет безопасно. Ох, е-е-е, там реально прям загорает стоя. Вот это да! Вот это номер! Ну, ребята, сезон пошел в Анапе. Вот видите, правда людей не отпугивает, правда людей привлекает. Здравствуйте! Хорошего отдыха! Просто! Такого я, по-моему, даже на центральном Анапе еще не видел. Просто люди стоят, и то, что сквозь них не пройти, даже не просочиться. Здравствуйте! Все-все наше, наша банда нашего любимого канала. Подписывайтесь, кстати, тоже, нажимайте на колокольчик правильный, и будьте в курсе всех наших летних событий. Где найти пустынные пляжи? Вот я вам сегодня показал. Абсолютно свободные. И там, где больше, там, где меньше людей. Здесь же их просто терять намного. Ну, зато по прямой вышли на жемчужине и сразу к морю подошли. Красота! В общем, каждому свой отдых. И это важно, что есть у людей выбор. Кто-то на параселлин пошел. Ну, честно, мне кажется, это страшное мероприятие. Ну, есть те, кто прям любят этим заниматься и хороших вам катаний, и безопасных, самое главное. Все у вас было хорошо. Здесь у нас пляж Бетонбрюд. Хорошо, чтобы в этом году заборщик отодвинули от моря. Постоянно отмечаю здесь наличие свай в море. Особенно волны, они крайне опасны, поэтому будьте бдительны. Там вот у нас на лежаках отдыхают. Здравствуйте! Тоже подписчики. Приятно, когда идешь по пляже. На самом деле, многие стесняются, кто-то узнает, не подходит, потом в комментариях пишет. Ребят, не стесняйтесь, секундочку времени, здравствуйте, скажите. Я для вас стараюсь. Вот реально, мне хочется, чтобы ваш отдых был самым лучшим. Но остальное, я бы все равно. Честный, настоящий отдых любимой Анапе. И никак иначе. И вот они, видите, буйки возле них плавают. Не дай бог, вот споткнулся, упал, но в море, мне кажется, это крайне опасно. Хотелось бы, чтобы от них как-то в дальнейшем избавились. Потому что здесь бетон-блюд тот же самый у нас. Вот отзыв сюда с утра был об этом санатории. То есть, дорогой вроде бы все. И вот такие вот вещи. Вот ребеночек стоит, а рядом, вот, прям, рядом полочек этот опасный. Здесь людей уже поменьше становится. Я знаю, что здесь любимый Гошин пляж. Он постоянно возле первой таблеточки отдыхает. И здесь, смотрите, насколько чистое море. Я думаю, вы сейчас в своих городах, кто смотрит данный видеосюжет, зарядились эмоциями. Просто нереально как. И я рад, что я этому смог поспособствовать. Сегодня мы еще сейчас зайдем за таблетку и посмотрим на пляж в Нечужной России, сколько там отдыхает детей. Я думаю, это тоже будет очень интересно. Ох, какие волны. Прям подкашивают. Здесь, видите, тоже, ох, снесло прям маму с этим матрасом. Это действительно сильные волны. В прошлом году как-то не используется. В этом году, смотрю, закрытый стоит. Эта таблетка, наверное, не зашло для использования. И сейчас мы увидим просто тысячи детей, которые отдыхают в связи с Мечужиной России. Ау! Здравствуйте! Привет! Я ваша подписчица. Как тебя зовут? Балина. Откуда ты к нам приехала? Из Санкт-Петербурга. Ух ты! А где мама с папой? Я приехала с крестной бабушкой. А они тебя отпустили одну? Да. Да? Увидят тебя, чтобы ты не потерялась? Да. Это хорошо. Кому ты хочешь привет передать? Маме. Папе? И папе. А, а еще, может, бабушка есть с дедушкой? Есть? Нету. Нету? Ну ладно. Скажи, мама, папа, привет. Я тут по вам скучаю. Говори. Мама, папа, привет. Я по вам скучаю. Умничка. Тебе нравится купаться над морем? Да. Это хорошо. Ну, хорошего тебе отдыха. Спасибо, что подошла. Все, пока-пока. Пока-пока. Спасибо, что смотришь. Вот так вот. Видите, это всего лишь секундочка. Ну, вот спасательные круги вообще очень хорошо устанавливают. Потому что они, ну, крайне важны и спасают в нужный момент. Потому что можно кинуть круг спасательным людям. Это очень радует. Правда ведь? А теперь смотрите количество детей. Как вам? Это жемчужная Россия. И уже частично дети уходят с пляжа. Теперь я помолчу. Пускай с вами поговорит наше любимое море. Надеюсь, что было интересно и приятно послушать. Посмотреть на спасательные круги. Хорошее настроение. Мое. Оно, надеюсь, вам передалось. И под шум волны прибоя передаете витаминчики Д в ваши города. Именно так, друзья, должен происходить ваш отдых. И где-то на даче. А хочется, чтобы каждый человек в нашей стране имел возможность приехать и насладиться нашим любимым Черным морем. Именно вот таким, как оно выглядит сегодня, сейчас, в данную минуту. Сейчас будет замеряться температура водички. Ну, также на фотосессии приглашаю красивейшие фотографии от худейшего фотографа Черноморского подбережья. И пускай ваши лучшие воспоминания запечатлю я. Я надеюсь, смогу это сделать и вас не разочарую. Так что, если вы хотите абсолютно бесплатно получить подарок, мою фотосессию, группа Анапа, ссылочка в ВКСИОС. Подписывайтесь, участвуйте в жизни группы. Будет много розыгрышей. Если зайдет больше фотосессии, то можем их только разыгрывать. Я готов работать и для вас бесплатно. Лишь бы вы делились своими эмоциями и помогали другим людям при отдыхе у нас. Все делается только ради этого. И чтобы это все было по-честному и ради вас, ребят. Все, наслаждаемся. Я помолчу. Пока! Пока! Продолжение следует... 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 Прямо так холодно становится... Ну, хочется, чтобы вы могли все бросить и отклинуться в нашу жару... С вами был Юрий Азаровский... Хорошего вам настроения... Подписывайтесь на канал «Вкусливость жены», она тоже очень сильно для вас старается... И снимает немножко другие пляжи... И снимает немножко другие пляжи в немножко другом формате... Чтобы вам было разнообразие и более интересное... Или даже те, кто говорит, что снимает лучше, чем меня... Вам хорошего настроения... Прекрасного... Прекрасного... Великолепного дня... Всем пока-пока... Смотрите, ребята... Как все классно происходит... На машинке... Тут у нас дети отдыхают... Люди отдыхают... Ну, ничего страшного... Кому-то немножко можно... Просто красота... Она прям радует... Тяжело ходить, наверное, по песку... Всем нельзя, говорится... Им чуть-чуть можно... Деятели... Будущие... Что они здесь построят... Так же уничтожат нас... И все... До свидания...